Каждый раз, когда я начинаю говорить на этой теме, что-то внутри меня останавливается, замирает и нахлынувает. Вот эти, опять я не могу говорить спокойно, воспоминания приходят тех январских дней, тех январских трагических дней. Это рана, которая долго еще будет заживать, но лечить ее нужно однозначно. Если потребуется для спасения, то и, на мой взгляд, каленым железом. Закон суров, но он закон, и президент поручил установить и наказать всех виновных. Это бескомпромиссное и принципиальное решение, дает четко понять, что впредь должно быть неповадно громить дом ли, бизнес ли, и раскачивать ситуацию в нашей стране, и знать, что ответственность и наказание за такие вещи будет неотвратимо. Об этом будем говорить сегодня, в Большой неделе, в прямом эфире на телеканале Хабар. Добрый день. Восемь дней потрясения страха убийства мародерства началось с мирных митингов. В Генпрокуратуре обозначили три волны трагедии. Первая – это мирные митинги без столкновений с полицией, причиной которых оказалось резкое повышение цены на газ. Вторая – поворот протестов в радикальное русло. По словам специалистов, именно в этот момент в ряды митингующих влились экстремисты. Они стали подстрекателями к первым столкновениям. На третьей волне присоединились криминальные банды. Именно они целенаправленно действовали для того, чтобы посеять панику, страх среди населения и парализовать деятельность госорганов. По официальным данным, во время кровавого января погибли 227 человек. Было повреждено 1500 зданий различных учреждений, из них 42 государственных. Пострадали более полутора тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Разъяренная толпа погромщиков и мародеров нападала на банки, магазины и рестораны. Похищено более 2000 единиц оружия и до сих пор не найдено. Общая сумма ущерба оценивается в 100 миллиардов тенге. 100 миллиардов тенге это как минимум 20 очень дорогих, хороших школ. Это то, что мы не построили, то, что не досталось детям. Это могло достаться на операции инвалидам, отправить лечиться. Но мы их потеряли, просто сожгли в печи. И хочу еще раз напомнить, что на 40 днях, да, поминали погибших в рамках этой акции, но прозвучали совершенно невероятные, на мой взгляд, заявления со стороны так называемой оппозиции. Она попыталась героизировать участников протеста. Это лично у меня вызвало внутренний протест, я выступил против этого. И вот в результате мы снова обсуждаем это уже открыто с нашими коллегами, которые собрались сегодня в студии, которых я хочу представить. Ильдос Калымжанов, заместитель начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Малик Кайбар, начальник следственного управления МВД. Марат Башимов, наш эксперт, часто бывает в нашей студии, специалист по конституции, доктор, наук, юрист. И вообще сегодня в основном одни юристы в студии, и только я без высшего образования. Бахтияр Балиалиев, доктор юридических наук, ученый-правовед-адвокат. Без высшего имеется в виду без юридического в данном случае. Кусаинова Анара, адвокат и доктор юридических наук, профессор, руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам уголовного правосудия. Кагамов Мурат Чикишич, тоже светила ее из претенции. В общем-то вопрос, я начну, наверное, с коллег из официальных органов. Вчера была встреча в парламенте, очень много обсуждались. Давайте мы попробуем с вами восстановить то, о чем говорилось в стенах нашей Мажелиса, и для того, чтобы уже понять, о чем мы будем говорить дальше. Расскажите о том, о чем был доклад нашим коллегам-депутатам. Да, как вы все знаете, вчера генеральный прокурор, министр внутренних дел, практически все первые руководители силового блока были в парламенте. Это, наверное, впервые в нашей истории, когда первые руководители приходят в парламент, отчитываются о таких трагических для нашей страны событиях, отвечают на вопросы депутатов, правозащитников. Предварительные результаты расследования были доведены, уточнены некоторые сведения о погибших, об ущербе, как вы сказали, о раненых. Ну, естественно, о той работе, которая на данный момент проводится, к чему мы пришли на данный момент, что еще предстоит сделать. Постарались максимально открыто довести о том, что все-таки произошло, и что мы должны сделать, чтобы впредь такого не допускать. Ну, это, получается, первые в истории парламентские слушания, да? Ну, то есть, как это принято в развитых демократиях, именно в США, когда, ну, только это был не комитет, а полноценно парламент, и вы перед ним отчитывались. Итак, все-таки подробности, что нового прозвучало, то, чего мы не знали, какие, по мнению мира, нужно предпринять для того, чтобы подобная ситуация не повторилась? Хронология событий неоднократно озвучивалась, доводилась. По общественности генеральный прокурор более коротко уже обозначил, вот как вы в начале передачи сказали, что у нас было три волны, кто в этом участвовал, это было сказано. Кроме того, свой доклад он старался посвятить тем вопросам, которые в первую очередь волнуют и интересуют наше население. Задавались вопросы касательно погибших, гражданских, почему эти списки не публикуются, на это было все отвечено, каков ущерб, какие сроки расследования, сколько еще времени предстоит, какие меры на данный момент принимаются, сколько человек арестовано. Естественно, эти цифры меняются ежедневно. К примеру, вот когда вчера озвучивалось, уже всеми правоохранительными органами по январским событиям расследовалось 3770 дел. Под стражей на данный момент находится 776. Я к чему это говорю? То, что цифра по преступлениям увеличивается, раскрываются все новые и новые преступления, которые регистрируются, поэтому цифра растет. Касательно, к примеру, арестованных, которые привлекаются к уголовной ответственности и по поручению главы государства, принимаются меры по смягчению мер пресечения. Сейчас порядка 203 человек уже, которые содержались под стражей, им изменена мера содержания на менее строгую, на домашние аресты, на поручительства. К примеру, в эти события у нас привлекается 29 несовершеннолетних. Они все совершили тяжкие преступления. Ну и чтобы мы понимали, это в основном люди, которым от 16 до 18 лет. Таких 29 у нас по стране. И в силу смягчения, сейчас все они уже находятся под мерами пресечения, не связанными с лишением свободы. То есть с изоляцией от общества на данный момент. Это поручительства родителей. В основном они все отпущены, ни одного несовершеннолетнего нет. Все 29 находятся вне мест изоляции. Кроме того, по оружию действительно, поскольку это очень серьезный момент, вы знаете то, что было похищено около 3000 единиц оружия, служебного оружия, к коим относятся и автоматическое оружие, и снайперские винтовки, и гранатометы. Это все было похищено. Также и с охотничьих магазинов, большая масса, порядка тоже более 1669 единиц было похищено. Я не говорю о боеприпасах, которые исчисляются десятками тысяч. На данный момент только треть обнаружена. Представляете, какой арсенал находится на руках. Для чего оно похищалось, озвучивалось? Естественно, то, что террористы, преступники, почему нападали на Акиматы, на департаменты полиции, Комитет национальной безопасности, и почему мы расценим это как акты терроризма. Об этом шла речь. Действительно, это были целенаправленные акты, которые, в первую очередь, естественно, несли цель посеять страх среди населения. Они были вооружены, но при этом старались ведомую массу вооружить очень опасным стрелковым оружием. О той работе, которая сейчас проводится, какие следственные мероприятия проводятся, кто привлекается. Об этом все было сказано генеральным прокурором в своем выступлении. Вы знаете, есть два очень важных вопроса в этой всей истории, которые мне лично не дают покоя. Я абсолютно согласен с высказыванием президента о том, что, когда я говорил про 20 тысяч террористов, люди, участвующие, а вы говорите о том, что была террористическая угроза. Достаточно серьезно. Да, может быть, мы можем разделить людей, те, кто участвовал и те, кто не участвовал, а был частью заговора. Но ведь объективно, в момент, когда все происходило, разделить было людей невозможно. И они все, по сути, участвовали в большом террористическом заговоре. И поэтому глава государства сказал, что у нас 20 тысяч террористов. Имелось в виду, что в этом процессе участвует 20 тысяч человек. Я правильно понимаю? Можно ли, как юрист профессиональный, можно ли на момент событий так сказать было? Я думаю, что ответ в вашем вопросе самому и кроется. То, что в тот момент сразу разграничить. Потому что мы, как говорим, вы и озвучили три волны мирной митинги. Потом этим, естественно, воспользовались и преступные элементы, и деструктивные, и экстремисты, которые повели часть этой толпы. Всех, естественно, наших граждан относить к террористам, это будет неправильно. Президент говорил о 20 тысячах, действительно, преступниках, террористах. На тот момент разграничить этого было невозможно. Следствие этим и занимается, чтобы установить, кто это все организовал внутри страны, либо при поддержке извне. Соответственно, установить организаторов, кто исполнители, а от этого, соответственно, нашим уголовным законам и возникает вопрос и об ответственности. Поэтому на тот момент для этого требуются месяцы. Ну, участие в террористическом акте разве не определяет, вот господа юристы, может, я что-то не понимаю, даже если они, люди, которые вышли на улицы, которых громили, по сути, они же могли для себя ответить на вопрос, что это похоже, что это терроризм, что это не просто так, что исчезла армия, исчезла полиция на какой-то момент. То есть стреляют, убивают. Это же очевидно, любой человек здравомыслящий мог ответить, что это террористический акт. И каждый человек, участвуя в этом, выходя на площадь, в момент, когда уже было объявлено чрезвычайное положение, должен был себя отодевать отчет, что он часть террористического акта. Вот мы с Маке были 6-7 числа в эфире, и мы четко для себя отдавали отчет, что все это похоже на терроризм, мы об этом говорили. Почему нет? Почему мы вдруг начали разделять это все? Действительно, с нашим уголовным законом, и это требование, я думаю, у любого государства присутствует, правового государства присутствует, в том, что нужно четко разграничивать, кто что сделал в эти дни, и какую меру ответственности он должен понести. То, что все, кто участвовал в этих событиях, естественно, их нельзя отнести к террористам. Есть, кто воспользовался ситуацией, мародерствовал, поджигал, это один вид ответственности, кто-то грабил, воровал, простым языком, если говорить, совершал хищение разного рода, кто-то открыто, это мы как грабеж, разбой, кто-то тайно похищал, у них совершенно разные виды, а кто-то действительно более серьезные преступления совершал, будь то нападение на сотрудников полиции, убийство граждан мирных, что мы имеем поджоги здания, похищение оружия, совершенно разные виды преступлений, а организаторы в терроризм, организаторы и исполнители, участники актов террора, они и устанавливаются сейчас. Следствие предстоит ответить на эти вопросы. Вот 766, я последний вопрос такой, чтобы перейти уже к коллеге, последний вопрос, 766 человек арестованных. По оценкам на улице, можно было отнести к людям гораздо более, тысячу бы людей, я убираю лутеров, которые просто грабили магазины, ну там как минимум было там, ну тысяч, в Алматы только, тысяч 5-7 человек, которые активно участвовали в грабежах, в, скажем, в поджогах, в штурмах зданий и так далее. Есть ли у нас надежда, что все, кто участвовал и совершал преступления, понесут наказание, или нет такой надежды? Конечно, есть. Это в первую очередь в соответствии с нашим законодательством задача правоохранительных органов у нас действует принцип неотвратимости наказания. Все те, кто в эти дни совершал преступные действия, они подлежат ответственности. И задача правоохранительных органов установить их, постараться привлечь всех, кто совершал преступления, к уголовной ответственности. Ну вот смотрите, вы сказали, что не все задержаны, помимо этого не раскрыты, не найдены треть, вы сказали, только найден треть арсенала оружия. Большая часть оружия не найдена. Скажите, пожалуйста, не несет ли это угроза еще одна подобная такая? Не будет ли подобной угрозы и какие предпринимаются меры? Вот вы вчера говорили о предпринимаемых мерах. Вот какие эти меры, чтобы подобная ситуация больше не повторилась? Действительно, с такой ситуацией наша страна сталкивается впервые. Никто к этому готов не был. Вот это своего рода как бы и повод, основание многое изменить и в силовом блоке, и в тех алгоритмах, которые на подобные случаи предусмотрены. Сейчас, естественно, идет кропотливая работа, которая еще предстоит, в ходе которой предстоит выяснить, а что нам следует изменить, не только в правоохранительном, потому что есть и другие же причины, вследствие чего это могло произойти, чтобы не допустить. Это и работа спецслужб, естественно, оперативно-рассыгная работа. Вот вчера и звучало, то, что претензии наших депутатов о том, что почему раньше на предупреждение не сработали. То есть большой пласт работы, начиная от выявления до привлечения и самой реакции правоохранительных органов на подобные ситуации. Работа большая предстоит. Угроза насчет оружия, которое, вы говорите, естественно, настаит в себе, потому что две трети оружия находится на руках. Это только известный стволов. Это только известный. Мы не знаем, сколько было завезено, вот самолет, сел, который в Алматы в 6 часов вечера, привез он с собой оружие, не привез из Оша. Мы тоже не знаем. Да, мы говорим только о похищенном оружии. Мы не знаем, сколько реально стволов сейчас находится в стране. Просто не знаем. Это очень большая РВП. И наши зрители абсолютно правильно беспокоятся. И нужно быть абсолютно внимательным, обращаясь к ним сейчас. Поэтому мы вот и с коллегами из МВД в своих предыдущих брифингах мы обращались к гражданам. И сейчас, воспользовавшись такой возможностью, хочется сказать о том, что если человек добровольно сдает оружие, он освобождается от уголовной ответственности при отсутствии в его действиях иных составов преступления. И есть такие случаи. Люди приходят, сдают оружие. Конечно, хотелось бы, чтобы более активно для этого мы и разъясняем, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. Малик, к вам вопрос. И потом мы уже к общему дискуссии перейдем. Вчера появилась информация, мы с вами говорили до, и все-таки это очень важно, к вопросу о выявлении участников протеста. Ну, во-первых, был поставлен вопрос о качестве получаемых видеоматериалов, систем слежения внешних был поставлен одним из анонимных каналов. Второе, о сохранности тех видеоматериалов, которые были получены во время вот этих событий 5-го, 6-го, 7-го и раньше там января. Что с этими видеоданными, это очень важный вопрос для всех, потому что это же является основным, доказательной базой, основной же, я правильно понимаю, видеофиксация? Что с этим? Расскажите, как работает полиция, сколько данных удалось собрать, удается ли, используя современные методы, верифицировать людей, которые находились на митинги, ну и так далее. Спасибо за вопрос. Хотел бы отметить, что все необходимые меры для обеспечения объективности расследования уголовных дел приняты. Касательно видеозаписей, сейчас идет активное архивирование всех видеозаписей, имеющихся на камерах на базе Министерства внутренних дел, так как, как вы уже сами отметили, это является одной из самых главных доказательств по расследованию уголовных дел. Данное архивирование записей производится в Следственном департаменте внутренних дел и принимаются все меры для того, чтобы в будущем эти записи не были утеряны. Касательно записей гражданских лиц, следователями и другими сотрудниками органов внутренних дел проводятся работы по нахождению данных записей, источников их и приобщении к материалам уголовного дела. А какая методология применяется к распознанию? Ведь изначально нам говорили, что Сергек это достаточно совершенная система, которая позволяет верифицировать людей и по лицу, и вот как в Китае известна история про походки, которая тоже имеет уникальные особенности. У каждого это как печаток пальца, она совершенно уникальна. Используются ли эти данные для определения лиц, участвующих в протестах? Какие вообще современные методики вы используете для ускорения следствия? При неточности фиксации лица запечатленного на видеозаписи мы назначаем судебно-портретную экспертизу в Центре судебных экспертиз, так как это является обязательным пунктом для ненарушения конституционных прав граждан. так как видеозапись будет приобщена к материалам уголовного дела, чтобы не было сомнений и подлинности данного записи, данное назначение идет обязательным. Ну то есть вы точно не можете сказать, какие кроме экспертизы, какие методологии используются, вы не владеете этим. И такой, чтобы уже перейти к общей дискуссии, вопрос. Вот это героизация протеста на полицию, я не устою этот вопрос задавать всем вашим коллегам, на полицию за эти дни, когда, так скажем, пытались рассказать, что все участники митингов были мирными, и это мы очень хорошо помним, было оказано невероятное давление, психологическое в первую очередь. Вот вы наверняка общаетесь и с коллегами, и с региональными коллегами, каково состояние психологическое у ваших сослуживцев, состояние ли они в случае вызова очередного, ну, 3000, извините, 2000 единиц оружия, они просто так лежать долго не могут, рано или поздно любой пистолет выстреливает. Готовы ли они выйти на защиту граждан, несмотря на то, что вот такое давление было на них оказано через социальные сети, через какие-то другие источники? Да, ваш вопрос ясен. Хочу сказать, что в данный момент ситуация стабильная, когда, конечно, более 2000 оружий на сегодняшний день не обнаружены, в том числе множество табельного оружия, гражданского оружия, но сотрудники полиции, это их прямая функциональная обязанность, все мы давали присягу, так что могу сказать, что моральный дух со столичным составом сейчас также, повторюсь, стабилен, и большая работа проводится руководством Министерства внутреннего дела по беседе и поддержанию сотрудников полиции. Коллеги, прошу прощения, вопросов очень много, но вот довольно интересный вопрос пришел. Не все довольны работой полиции, как оказалось. Почему полиция исчезла с улиц и позволила целому ряду городов погрузиться в хаос, а мародерам беспрепятственно грабить магазины, рестораны, офисы? Почему в начальном этапе не было действия полицейских, когда именно начался весь хаос? Ну, пятое, шестое. Я вас понял, да. Ну, как вы сами ранее отметили, что такое событие было в нашей республике впервые и была нестабильность, особенно в городе Алматы. Но на сегодняшний день все эти моменты были учтены и по данным фактам действия сотрудников сейчас проводятся досудебные расследования и я думаю, что будет дана коллегами процессуальная оценка всему. И вам последний вопрос. Когда ожидается, что вы покажете первые уже полноценные источники причинно-следственных связей того, что произошло? Когда, по вашему мнению, когда мы узнаем, что на самом деле и узнаем ли вообще или это будет все-таки секретная информация? Я думаю, то, что результаты расследования, естественно, будут доведены, причины, источники, да, но время потребуется. Вот, к примеру, мы можем вспомнить события, которые имели место в Ницце в 2016 году, когда погибло вследствие, можно сказать, такого теракта 86 человек. Расследование закончено только сейчас. Дело направлено в суд, и его рассмотрение ожидается осенью этого года. ожидать то, что буквально месяц-два, и, как многие говорят, почему прошло два месяца, а до сих пор мы не знаем причины, огульно заявлять, какие-то громкие заявления, это будет неправильно, непрофессионально. Поэтому, как только картина будет полностью детально восстановлена, тогда можно будет и говорить уже и о причинах, и обо всем. Надеюсь, как КНБ после своего следствия поставит вас в известность. Давайте посмотрим БЛИЦ, что думают люди по поводу наказания, и дальше уже вопрос ко всем. Террористы убивали, грабили. Вот как вы считаете, какое они должны понести наказание? Смертной казни у нас нету, значит, самой высшей меры. Самое плохое, потому что они убивали обыкновенных наших ребят, защитников наших, которые защищали нас, матерей, бабушек своих. Два-три года, конечно, не хватит, но на пожизненное это кажется чересчур. Срок, скорее всего, какой-то, либо же, чтобы они запрошились прав. По жизни, да, и бессмертная казнь, без разницы вообще. Чтобы поняли, наверное, лет пять точно. Ну, я не знаю, там вообще, какая там статья идет, ну, как вообще, какая статья, такая должна быть и наказаема. Минимум от 25 и выше. Также до расстрела, раскуль, они так могут вести себя. Наказывать, как обычно, по закону. Самое сильное наказание, которое есть у нас, по всей тяжести должны наказать их. Ну, вот такой, примерно, такой срез мнений. Маке, ну, давайте с вас начнем. Что вы думаете по поводу генерализации? Впервые, вот, представитель прокуратуры сказал генеральный, это фактически, завтра у нас будет послание, и мы надеемся услышать общее такое представление о том, как мы будем развиваться дальше, как будут внесены изменения в конституцию, все остальное. Дело в том, что это напоминало мне, как парламентский контроль, определенное парламентское слушание, где депутаты по 3-4 раза, вот сейчас прокуратура промолчит, правда, на этот повод, допытывались у генеральной прокуратуры, вы все-таки скажите, кто за этим стоит? Вы все-таки скажите, всем же известно, кто частные военные компании, эти чувака в Казахстане, папа, да у нас Казахстан маленький, кто знает двое, знает вся страна, все знают, кто за этим строить, даже вот эти, которые озвучили мы на воскресенье, да, аресты, там же написано было, не только по этим делам, но и по другим, которые касаются вопросов национальной безопасности. По поводу террористического терроризма, сейчас Марат Чайкишик, наши доктора скажут нам свое мнение, но я как специалист в области конституционного права, определение терроризма сложное, многогранное, но посягательство на конституционный строй туда входит, а посягательство на конституционный строй это что? Это попытка захвата власти, было, ну конечно было, государственные объекты штурмовали, это объекты управления целыми крупными городами, телевидение штурмовали, штурмовали, жизнь граждан была подвержена опасности, была подвержена опасности, да, да не то, что жизнь, правоохранительные органы, Я вот не устаю говорить, какие слушатели Академии КНБ стояли, 4 парня, заехала машина, их в упор расстреляла и все. Знакомые адвокаты, столько людей. То есть я хочу подвести, сказать пример о том, что на парламентских слушаниях вчера поднимались вопросы и том, что впервые и представители гражданского общества, наряду с правоохранительными, представители полномочия по правам человека, адвокаты выступали, все остальные. Адвокаты даже больше сказали, адвокаты сказали, слушайте, это дело готовилось не сейчас, оно 2 года готовилось, потому что я с этим где-то соглашаюсь, в какой мере, потому что министр обороны выступаю, вчера 3,5 часа шло, он говорит, вы знаете, министерство обороны знает, как готовят спецподразделения. Это нужно для того, чтобы даже стрелять, надо ходить перебежками, ногами. Я таких вещей, я только в армии служил уже 2-30 лет назад, уже не помню. То есть методы специальной подготовки видны были, зачем нужно было эти лампы до 800, это же надо додуматься, чтобы вот эти камеры снижения, вот Сергей, они не могут найти, умышленно, то есть целенаправленно, подготовленное, с использованием криминальных структур, частных военных компаний, организованно, распределение, это все на видео сейчас уже есть. Другое дело, вот сейчас я повторюсь, это правоприменители, они правильно говорят, вот должны теоретики, вот Марат Чекиш, кто вносит изменения в уголовный кодекс, они должны. Следующий момент связан с тем, что спецКНБ вы сказали, слушайте, в какой стране мира есть, чтобы все, как это не попытка захвата конституционных структур, если мы фактически даже показали, вот я адвокату спрошу, или там генеральная прокуратура вчера задавали вопрос, а зачем вы засекречиваете дела КНБ, когда уже весь мир уже знает, что господин Масимов, у него 17 миллионов долларов лежат дома, да, столько объектов у простого государственного чиновника, столько и этот, то есть все знают, что это связано с какими-то коррупционными вещами, да, какими-то, такими-то, да, и, то есть засекречивать уже гражданское общество говорит, вы объясните нам, пожалуйста, в какой мере и где должно быть это засекречено. Следующий момент, ну, представьте, ну, правда, вчера еще арестовали директор департамента КНБ по Алмате, вот Марат Чекиш был начальник академии. Вы сколько взяли, сколько вы уже про него слышали, мы это, месяц назад уже этот разговор. Да, мы же с вами первый раз, а тогда вот, Денис, чем прав, 6 числа мы когда пришли, мы даже не знали, что сказать, мы знали, что что-то нам говорит, о том, что здесь идет что-то противоправное, конституционное, президент говорит, я остался здесь, столица, он взволнованно об этом говорил, и поэтому эти вопросы, я вот хотел вот сказать, вот Марат Чек, начальник академии был бы, я начальник академии был, планы, чтобы не сдать эту академию, да, там стоит дежурный с автоматом, у него есть приказ стрелять, как-то так, а департаменту 3 КНБ вышли, сдали все, и тетра, там секретный материал, и все остальное, да, это, конечно, посягательная конституционная стройка и такие моменты. И последнее, что касается вот таких моментов, да, ну как так, столько людей через границу прошло, через это, все мы сотрудники вот эти, знают, что есть агентура, чтобы целый Казахстан, государство через свою агентуру КНБ или агентуру МВД профукало такие вещи, да не в жизнь. Поэтому вчера и в парламенте допытывали с генеральной прокуратурой, скажите, скажите, а генеральным сказал, это дело такое ответственное, да, и мы должны, мол, разобраться, подойти к этому, а легким сказать. И пусть мои коллеги, наверное, в этом поле доползут. Все-таки, как к одному из самых ведущих юристов вопроса, ну, преподавателю юристов, все-таки можно ли, вот говорят, что незнание не освобождает от ответственности, незнание того, что ты участвуешь в террористической атаке на государство, освобождает ли от ответственности именно вот в этой статье Уголовного кодекса? Или же все-таки, ну, ты уж оказался на площади, громил, убивал, там, бил полицейскую лопатку, полицейских лопатками, значит, ты же не просто, ты же соучастник этого всего действия. Или как это все, почему так вдруг происходит, непонятно. Я понял, Ленис, у меня будет три короткие реплики. Без вопросов. Ну, сразу на вас ответ, прямо отвечу. Не освобождается лицо от уголовной ответственности. Вообще, в Уголовном кодексе насчитывается порядка 17 статей, которые регламентируют различные формы выражения террористических преступлений. В статье 3, в пункте 30 Уголовного кодекса, даже есть специальное понятие, выражение, словосочетание террористические преступления. И вот там перечисляется 17 статей, которые так или иначе связаны с терроризмом. Поэтому все, что показывает, все, что мы наблюдали, связаны с разными террористическими преступлениями. Ну, во-первых, устрашение населения было? Было. Причем в самых разных формах. Плоть до убийств мирных жителей. Нападение на государственные объекты разного уровня, формата работы. Было? Было. Это тоже, кстати, одна из форм проявления терроризма. Не говоря уж об акте терроризма, о диверсии, о наемничестве, о других составах, которые имеют прямое отношение к этой теме. Вообще, понятие терроризма изложено прежде всего в законе 99-го года о противодействии терроризму. В этом понятии есть одна ключевая мысль, что это идеология насилия. Вот это насилие мы с вами все эти дни наблюдали. Сегодня задержанного около тысячи граждан. И как нужно вести правильно допрос? Потому что многие задержанные сегодня жалуются на действия правоохранительных органов. Якобы их там пытают. Ну, всем нам понятно, что просто так задержанные взяли и все не рассказали всю правду, как она была. Вот как правильно действовать сотрудникам правоохранительных органов, чтобы изъять достоверную информацию, узнать достоверную информацию, при этом не навредить задержанному. Понятно. Но это очень большая тема. Потому что те, кого следователь допрашивает, разнятся по возрасту, по полу, по своему процессуальному статусу. У нас в Уголовно-процессуальном кодексе описаны все особенности допроса. Свидетели, потерпевших, свидетели, имеющих право на защиту, подозреваемых, несовершеннолетних и так далее и тому подобное. Даже есть временные промежутки, которые ни в коем случае не должны нарушаться. Выход за их пределы будет означать, что протокол допроса потеряет свою юридическую силу и так далее. Если это вам интересно, я вам персонально подарю книгу. Единственное в стране называется «Допрос на предварительном следствии». Давно-давно со своими коллегами, учителями из Киева мы написали эту работу. Там очень много тактических особенностей. Последний вопрос ответственным лицам. Скажите, пожалуйста, вы можете подтвердить, были ли пытки, совершенные в отношении задержанных? Это не тайна. Вчера и генеральный прокурор об этом сказал. На данный момент расследуется более 200 уголовных дел о недозволенных методах, и пытке, и превышении власти в силу, чтобы обеспечить, как бы, как правильно выразиться, незаинтересованность и дела, переданная большая часть, расследуются антикоррупционной службой. Естественно, заявления поступали и в отношении сотрудников. Ну, главное, были все на этом. Есть и арестованные, я вам скажу больше. Вы знаете, что по недозволенным методам есть на данный момент 9 должностных лиц арестованных. Из них 8 сотрудников комитета национальной безопасности и один сотрудник полиции, в том числе и случаи применения утюга, о которых все шумели. И это есть. Есть случаи, где люди, к сожалению, после таких допросов погибли. Это все расследуется, дела есть. И общественности доведено уже, это было озвучено, и вчера генеральный прокурор об этом говорил. И, соответственно, идет работа по привлечению. Но вот если говорить о пытках, не каждое заявление о пытках есть истина. Потому что некоторые лица, подозреваемые, прибегают к этому, чтобы уйти от уголовной ответственности. Потому что вы знаете, что в соответствии с нашим законодательством какие-либо доказательства, полученные в результате пыток, они не могут быть признаны допустимыми. То есть это вот как один из способов. Потому что на данный момент есть уже и прекращенные затосоставы. Есть и лица, которые говорят, что они оговорили сотрудников полиции. Есть такие дела тоже. Да, были. Я помню девушку, которая оговорила сотрудников полиции. Прямо вот седьмого или восьмого числа было. Да, Маратич Кириллович. Закончите. Да, конечно. Первую реплику. Вот повышенная общественная опасность всех 17 видов террористических преступлений, некоторые пересекаются где-то, сочетаются с экстремистскими преступлениями, привела к тому, что за эти деяния, обратите внимание, не случайно уголовная ответственность установлена в подавляющем большинстве случаев с 14 лет. И вот теперь о двух, скажем так, дивизиях террористов. По советским меркам, это примерно две дивизии террористов находились в январьские дни в городе Алматы. Ну, как появилась эта цифра, пусть останется вот на совести у тех, кто вложил их в уста главы государства. Самое главное, чтобы в погоне оправдать эту цифру, узаконить эту цифру, не было беззакония. Не надо к этому стремиться. У нас есть сегодня задержанные, в том числе задержащиеся под стражей. У нас есть более двух тысяч, примерно трехсот единиц оружия, которые мы не нашли. Давайте в расчете на одного человека, вот вам, две тысячи триста террористов, которых надо установить. Ну и все остальные. Все остальные, которые каким-то образом, скажем так, утекли из нашей страны. Но вот самое главное, коллеги, на что я хотел бы обратить внимание, чтобы те, кто подал эту цифру, возможно, в тот момент, ну, впервые с такой агрессией мы столкнулись, тем более внутри страны, таким образом пытался оправдать свою безграмотность, непрофессионализм и так далее. Я допускаю, что это тоже могло иметь, и эта цифра тоже может быть таким аргументом в ситуации, когда буквально подавляющее большинство правоохранительных органов просто покинули служебные здания. Даже у меня на родине, в городе Уштобе, под Толукурганом. Звонили мне родные и говорили об этом. Я сам там когда-то начинал работать в этом райотделе. Там полно оружия, там почти 150-200 человек, которые могли бы спокойно отстоять служебные здания. Но вот то, что вчера произошло, Денис, я вижу здесь три важных таких момента. Это не просто отчет генерального прокурора. Это очередная, я считаю, инициатива главы государства, реализованная через мажорист парламента. Я не уверен, что парламент мог проявить такую инициативу. Но для того, что совершенно правильно, впервые в политической жизни, так в правовой системе нашей страны происходит это событие. Не где-нибудь, а в стенах мажориста парламента. Уникальный повод депутатам сразу увидеть всю верхушку нашего правоохранительного сообщества. Всю подчеркиваю, внимательнейшим образом выслушать. Генеральный прокурор, новый человек, очень опытный, грамотный, выдает всю информацию. Ее дополняют другие представители этого сообщества. Соответственно, депутаты, которые принимают законы, видят все проблемы. Вот тот случай, если бы не это событие, вряд ли такая встреча когда-то имела бы место. Таким образом, для парламента увидеть болячки правоохранительной системы, для руководителей правоохранительных органов впервые открыто выдать их на гора. И самое главное, что в этом процессе, вот это мне, например, импонирует, присутствовала команда представителей независимой общественной комиссии, которая ведет сегодня расследование этих событий. Таким образом, был, скажем так, обстрел рассмотрения этой темы со всех сторон. И я думаю, то, что вчера мы с вами видели, слышали, выведет нас на серьезные хорошие законы, связанные с совершенствованием всего нашего правоохранительного блока. Ну, опять же, в контексте взаимодействия с гражданским обществом. Спасибо. Ну, про две бочки цианида мы вчера слышали. Кстати, я не буду спрашивать. Я надеюсь, что нам дадут разъяснение по этому поводу. Давайте с вами. Все-таки у вас есть своя позиция, насколько я понимаю. Да. Во-первых, я, если позволите, хочу ответить на вопрос телезрителей в части того, как им нужно поступить при их задержании. Правила Миранды никто не отменял. То есть это право на звонок, это право на защиту, которое предполагает право избрать себе защитника по своему усмотрению. Либо через себя лично, либо через своих родных и близких. Это основные моменты, основополагающие, с чего, скажем так, каждое лицо с момента задержания имеет на это право, на защитника по своему выбору. Вот. И, значит, я хочу сказать, что в продолжении вот дискуссии о том, что я считаю, так же, как и представитель Генеральной прокуратуры, и я думаю, результаты расследования к этому придут, что не все участники трагического января были террористами. Абсолютно не все. Потому что я согласна и со своей коллегой Айман Муратовной, которая вчера действительно правильно сказала о том, что невозможно без подготовки длительной, я не эксперт в этой части, не могу сказать, два года, год проводилась подготовка, но однозначно это подготовленная акция. Почему сейчас представитель МВД говорит, мы не были готовы, мы сейчас учтем на будущее, Генеральная прокуратура тоже представитель говорит, мы это на будущее как бы учтем. Но на самом деле я, хотя и не военно обязанная, но я и как бывший тоже сотрудник органов прокуратуры, в давнем прошлом, скажем так, я прекрасно знаю, что все государственные органы, в том числе правоохранительные и особенно национальная безопасность, у них есть определенный протокол, как действовать вот в такой экстренной ситуации. И в конце концов проводятся различные антитеррористические учения. Правильно? Почему это произошло? Потому что это была подготовленная акция. А те люди, в том числе тех, кого я сейчас защищаю, я участвую также в деле о массовых беспорядках, я не буду называть фамилии, потому что не суть в этом, а суть в том, что еще разговаривали. Да, да, да. А суть в том, что на самом деле не все те, которые вышли на улицы, они вышли с умыслом на совершение теракта. Вот мы сейчас говорим о том, что там 17 составов у нас в уголовном кодексе и так далее, но речь идет о том, что состав преступления будет иметь место тогда, когда будут все четыре составляющие, правильно? Не только там должен быть субъект, объект, объективная сторона, еще должна быть субъективная сторона. То есть с каким умыслом тот или иной гражданин нашей страны вышел на ту или иную площадь. Вы помните приговор по Денису Тену? Да. Хорошо помните. Помните, как там было сказано? Что в момент совершения ограбления возник умысел убить нашего фигуриста. Ну то есть не обязательно с умыслом надо выходить на улицу. Когда ты оказываешься, ты должен, наверное, вовремя принять решение, что ты не участвуешь в прогрогу. Я согласна с этим, я это не оспариваю. Я просто сейчас говорю о том, что в любом случае люди вышли, допустим, с одним умыслом, кто-то развернулся и ушел. И правильно сделал. Понимаете? И правильно сделал. Я согласна с этим. А кто-то под воздействием, да, хорошо подготовленных... Металлические избивал полицейских, лопатки забрал. Есть такие, совершенно верные, которые взрывали, поджигали. Я их не оправдываю. Умысел не оправдывает разве? Я их не оправдываю. Нет, здесь уже умысел перерос в другой умысел. И, соответственно, возможно, тогда их квалификация будет подпадать под терроризм. Точка принятия решения, она же в временном периоде, она же разная. Нет, секундочку. У нас такое предусмотрено, когда изначально, допустим, умысел идет на тайное хищение имущества, к примеру. А потом лицо, у которого происходит это хищение, он увидел, начинает кричать. То есть здесь два варианта. Либо то лицо, которое хотело тайно похитить, оно убежит, то есть откажется от дальнейших преступных действий. Туда, к нему не претензи. Вот. А есть, которое дальше применит насилие, причем может опасное, а может и не опасное насилие. И тогда уже его действия, его умысел перерастут либо в грабеж, либо в разбой и нападение. Хорошо, еще вопрос надо вам. В государстве 5-го числа, если меня не подводит память, было объявлено чрезвычайное положение. А 6-го антитеррористическая операция. То есть все люди, которые 6-го числа вышли, они же исчезли 5-го числа, а потом 6-го все вышли на улицу. Вот те люди, которые оседлали машины, это же люди, которые слышали о том, что АТО объявлено. А я сейчас не о них говорила. О ком? Я сейчас не о них говорила. Я сейчас говорила конкретно о тех, и они есть. То есть есть на сегодня некое количество подозреваемых. Оно под секретом, к сожалению. Я даже делала запрос. И Генеральная прокуратура, и Комитет, и Территориальное управление по правовой статистике, и орган, который ведет расследование. Они отказывают предоставление информации. Но однозначно есть те, которые сейчас подозреваются только по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть лишь в участии в массовых беспорядках. Теперь смотрите дальше. Диспозиция статьи, части 2, статьи 272, она предусматривает, извините меня, от насилия погрома до поджога, взрыва и вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов. И захват зданий, в том числе правоохранительных органов. Понимаете? То есть, почему президент дал поручение Генеральной прокуратуре? Я тоже внимательно отслеживала все эти события, потому что я была непосредственно в Усть-Каменогорске, выехала на следственные действия, и я оказалась в гуще этих событий. Понимаете? Я тоже отслеживала. И почему глава государства дал поручение Генеральной прокуратуре? Разобраться и от степени активности определить нерву наказания. Так они и признались вам в степени активности. Нет, ну, я же не говорю здесь только о том, что... Я прошу решения, Максим. Да, нам нужно говорить в Вашем случае. Да, буквально 2-3 замечания. У нас сегодня такое очень порядочное. Ну, красная нить, во-первых, во всех дискуссиях, в этой аудитории, вне аудитории, в парламентской аудитории, везде, все люди хотят знать. Причины, условия январской трагедии. Это всех буквально волнует. Действительно, этот вопрос вы тоже задавали. Вот, что я хочу сказать. Если чуть-чуть отстраниться, как говорится, от эмоциональных каких-то общественных моментов, то вот на причины и условия могут ответить только следствия, только досудебное расследование. Это раз, во-первых. Во-вторых, результаты, я думаю, что генеральная прокуратура постарается их озвучить. И часть этих причин или условий, и этот обстоятельный анализ вчера был сделан генеральным прокурором. Но вот эти полные информации о причинных условиях этой январской трагедии мы можем только увидеть, услышать на публичных слушаниях. А что такое публичные слушания, когда вот уголовное дело будет закончено в основной массе по массовым беспорядкам, по делам о терроризме, и дела поступят в суд, я думаю, что здесь вот средства массовой информации, я надеюсь, что эти дела не будут засекречены. И на них доступ средств массовой информации будет полным, стопроцентным. И тогда средства массовой информации отчасти смогут выявить или показать обществу причин и условия вот этой январской трагедии. Вы сейчас продолжите. Вы можете рассекретить вот это следствие? Или вы не влияете на следствие КНБ сейчас, вот на тех людей, которые... Есть своя процедура, Денис. Вот не всем делам присвоен статус или гриф секретности. Я имел в виду по делам о массовых беспорядках и терроризму. А по КНБ не можем, да? Нет, по массовым беспорядкам... Понятно, они открыты будут. Я интересую, участники, вот самые главные зачинщики там. Сегодня мы понимаем, что это весь авиакушка КНБ, часть армии. Там, условно говоря, есть люди, я так понимаю, в других сферах. Там, члены семьи, я так понимаю, есть. Все есть. Мы можем все-таки получить доступ? Или это будет закрытый суд, военный суд, который будет выносить решение по председателю КНБ и по всем остальным? Если делу присваивается гриф секретности, то на то должны быть основания, предусмотренные законом. Это не так, что... Я хочу, чтобы это дело расследовалось в гриф секретности. Но вы можете отметить, как генеральный Патрон сказать, нет, это общественно значимое дело, и мы отменяем гриф секретности. Я сейчас... Здесь общественная значимость, это немножко... Все-таки не так значимо, как хотелось бы. Другая позиция, да. Почему присваивается гриф секретности? Потому что есть какие механизмы, способы работы, раскрытия преступлений, которые, чтобы преступники не воспользовались... Про судебные слушания. Там же речь о коррупции идет. Вот Денис спрашивает. Всей стране озвучили, да? Денис, всей стране озвучили, что коррупционные вещи получены были руководством комитета, да? Вот на этот вопрос дела-то коррупции не являются секретными? Дела коррупции не являются. Но они все равно сейчас про коррупционные. Они все равно по секретности идут. Нет, а на данном этапе как вот сейчас их разграничить? Дело в том, что это в определенной мере не зависит от человека, который ведет досудебное расследование, либо от зираешь. Во многом это зависит от того, что какие материалы положены в основу этого уголовного дела. То есть материалы уголовного дела могут связаны с материалами, то есть, допустим, по агентурной деятельности, допустим. Их никак невозможно рассекретить. Оно как было, гриф секрет, оно так и будет, видите? То есть это не зависит уже от лица, который идет в следствие, или уже надзирающий прокурор. Мы же хотим знать о том, что произошло. Если это будет секретно, нам никогда не расскажут. Теперь второй момент, связанный вот здесь тоже вот вопрос, дискуссия была по поводу героизации. И в обществе эта тема очень широко. То есть мы сейчас наблюдаем определенный общественный крен в средствах массовой информации. То есть у нас определенный уровень прошла некая героизация. Я в этой связи хотел бы подчеркнуть, чтобы мы в полу полемики или какого-то суматоха следственного, мы не забывали о второй стороне. То есть вот у нас, что такое потерпевший по закону, да? Потерпевший тому, кому это лицо, которому нанесен моральный, имущественный, либо физический ущерб. То есть потерпевший, да? То есть вот в полу этой героизации мы не должны забывать о правах и законных интересах потерпевших. Слава Богу, я это услышал. Мы это забыли уже. Мы забыли. Потерпевших ни в коем случае. Это тоже такая же равнозначная сторона со своими проблемами, правами и законными интересами. Их интересы, конечно же, не должны быть ущемлены в ходе досудебного расследования и в ходе судебных процессов. И третий момент. Я хотел бы вчера буквально генеральный прокурор очень подробно осветил, несмотря на какие-то вопросы, связанные с тайной следствием, в части пыток и так далее. И вот представитель генеральный прокурор тоже сегодня это освещал. Я хотел сказать, что действительно вот этот принцип неотвратимости в этом случае должен, конечно же, возобладать. Безусловно, это вот такая категория, которая должна быть, бесспорно, должна быть реализована. То есть те лица, которые проявили, тем более, что Казахстан присоединился ко многим международным конвенциям против пыток, против унижения человеческого достоинства. И международное общество, вот вчера буквально из доклада генерального прокурора, международное сообщение, я думаю, какой-то услышало сигнал о том, что в Казахстане на законодательном уровне вот эти пытки и унижения человеческого достоинства, они запрещены, и они будут преследоваться по закону. И это очень важно, чтобы имидж Казахстана тоже не страдал в международном обществе, потому что дело связано с санкциями и так далее, и так далее. Поэтому в этом отношении тоже мы должны быть последовательными. Мы прервемся с вами на рекламу. У нас после рекламы двое коллег по скайпу. Это Тельман Оленов и Собигуль Бикишева. Вернемся после коммерческой остановки. Маке, коротко, и мы к нашим коллегам. Знаете, вот я бы хочу морозчекить, чтобы попал в самую точку. Прошедшие парламентские вот эти, это абсолютно была инициатива главного государства. Потому что от начала январских всех событий, мы с вами когда выступали же, президент держал на контроле, у нас есть чат Национального совета общества, даже Жимис Турмиометов мне говорит, Марат, там пытки идут, все остальное, давайте мы это. Эта инициатива как раз и получила потом уже начали юрисконсульт, адвокаты, общество, депутаты. Поэтому вот этот процесс именно обеспечения конституционной безопасности с самого начала, вклад был именно президента. Надо отметить это. И Марат Чекеевич вот в этом отношении абсолютно правильно сказал. Мы поняли. Еще раз, Сабигуль Бекешева, ваша позиция, рада вас приветствовать. Вы старший главный учитель сотрудник при Академии, при Генеральной прокуратуре. Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Ну я могу выразить свою позицию, это сугубо лично моя позиция. Скажем, действия силовых структур я считаю правомерными. Почему? С самого начала, вы знаете, очень муссируются, скажем, правозащитниками о том, что митинги не лимитными, и так далее и тому подобное. Но дело в том, что митинги, конечно же, они носили первоначально мирный характер, но при этом они противоречили закону. В общем-то, вообще известно, что есть закон Республики Казахстана в порядке организации проведения мирных собраний в Республике Казахстан. И поэтому любое собрание граждан должно в определенных рамках совершаться. То есть есть уведомительный порядок, то есть не митинги за 5 рабочих дней, необходимо было организаторам такого рода митинга, конечно же, получить разрешение. И поэтому даже самый первый митинг, который начался с собрания автовладельцев по вопросу снижения цены на сжиженный газ 1 января 2022 года в городе Женаузиен, он не был законным. Ну и поэтому, естественно, возникает вопрос. Если данные митинги незаконны, от кого должна быть реакция государственных органов? Как уже предыдущие сказали, что, конечно же, государственные органы имеют определенный регламент в соединении, поэтому все меры, которые были предприняты правоохранительными органами, я считаю, что они были правомерными. В общем-то, вы можете расследить по СМИ и так далее, что первоначально сопротивление практически, можно сказать, не подавлялось, но сами сотрудники правоохранительных органов, военные, они не были вооружены оружием первоначально. И вот уже говорили о том, что мальчики-кусанты пострадали, вот. Поэтому вот в данном случае, конечно же, эти собрания граждан первоначально не тянули на понятие, скажем, законных. Очень интересно, потому что мы не раз обсуждали это в студию, законность митингов. Спасибо большое за ваше мнение. Есть коллега ваш, мы сейчас переключаемся на Тельмана Оленова, члена коллегии адвокатов города Новосутан. Спасибо вам большое за участие, спасибо, что дождались. Тельман, здравствуйте. У нас не так много времени, буквально 2-3 минуты, и мы вам даем без вопросов вашу позицию высказать по этому поводу. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, студия. Слышно, да? Да, да, слышно. Спасибо. Да, я слышу вашу инвестицию. Я полностью согласен, прокустили. Я вас с этой коллегой просветили. Я тоже слышал выступление руководителя, 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 республики, Можилиси. Я тоже вот отслеживаю. Я сейчас бы хотел просто обратить ваше внимание на вопросы пытки. Все-таки это уже борьба с последствиями, мне кажется. Вот посмотрите, вчера объявили, да, 766 подозреваемых. И в то же время было озвучено вчера 7, 300 жалоб поступило о пытке, значит, столько же уголовного. Это же, значит, половина задержанных жалоб есть на пытке. Очень интересно. В стране есть закон именно о как противодействует пытке. Есть нормативное постановление в этой части Верховного Туда. Но, тем не менее, этот механизм не работает. Имеется пытки, значит, в стране еще не найден механизм, исключающий пытки. В этом плане есть предложение. Все-таки надо сокращать между виновным лицом, который приглашен следователем или оперативной сотрудникой, и адвокатом. Чтобы адвокат быстрее приходил к человеку, пока он не зайдет в здание правоохранительного органа. Я думаю, один из механизмов, который надо будет все-таки рано-поздно обсуждать, если мы действительно хотим защитить простого человека, чтобы не нарушались его крова в ходе привлечения его уголовной ответственности. Для этого я не знаю пока, что делать. Но у меня есть такие мысли. У меня, как адвоката, есть лицензии. Значит, государство мне доверяет, оказывает их близкую помощь, защищать, кто в этом нуждается. Но меня своевременно не пускают. Я постоянно стою у входа полиции, у входа прокуратуры, у входа антифоров. Если пускают, у меня забирают телефон, у меня забирают мой компьютер. Я внутри сижу просто как господин. Я не могу оказаться правой помощи. Вот такая ситуация. Ваши проблемы. Ваши коллеги, да. Если у этих вопросов, мы не сможем, наверное, обеспечить полноценную защиту наших граждан. Ваши коллеги, адвокаты. Очень много мы обсуждали здесь, в студии, об изменении статуса адвоката, об его... Спасибо большое за участие. Мы рады, что у каждого есть своя. Братич Кешич, вы там буквально секундочку. Буквально коротко. Вот о том, о чем говорила Анара. В теории уголовного права есть большое-большое направление. Так и называется эксцесс исполнителя. Когда умыслом одного соучастника не охватывается деяние, и, соответственно, возникший умысел другого соучастника. Например, пособник стоит на улице, вор залез, другой соучастник в квартиру, столкнулся с хозяином, убил, пособник за убийство отвечать не будет. Потому что его умыслом убийство не предполагалось, не охватывалось. Но участие в погромах все-таки это не совсем такая ситуация. Здесь немножечко другая ситуация. Теперь, что касается закрытости расследований процессов. Давайте отойдем от пресловутого выражения тайна досудебного расследования. Я, кстати, тоже... Надо всегда... Нет, у этой тайны, Денис, есть своя подоплека. Она направлена на обеспечение безопасности субъекта преступления и пострадавших от преступления. Не хочу входить в эти детали, но почему процесс закрытый? Ну, в частности, по делам, по которым ведет расследование Комитет национальной безопасности. Речь идет о государственной измене. Вы вчитаетесь в объективную сторону состава данного преступления. Там переход на сторону врага, шпионаж, сотрудничество с иностранным государством, международной организацией, либо с их представителями, либо иное содействие. Ну, не переживайте. Приговор с позиции принципа гласности, это один из принципов, статья 29 Уголовно-процессуального кодекса, будет обнародован, оглашен публично. Хорошо. Все, мы должны передавать нашим коллегам телемарафон Градет Хабар, Гульнарии. Это дело незакрытое. Перечень закрытых дел перечислен, я еще раз говорю, в статье 29. Например, по делам несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях. Есть какие-то детали, которые нежелательно освещать даже в рамках уголовного правосудия.